Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Уровень безработицы в России упал до исторического минимума. Длительность рабочего дня в России установила рекорд. По итогам октября безработица в России опустилась до 2,9%, что стало минимумом за всю историю наблюдений с 1991 года. С июля по сентябрь показатель удерживался на уровне 3%, со ссылкой на данные Росстата сообщает Интерфакс. В июне уровень безработицы в стране равнялся 3,1%, в мае 3,2%, в апреле 3,3%, в марте 3,5%, в феврале также, в январе уже 3,6%. В ноябре-декабре 2022 года безработица в Российской Федерации составляла 3,7%, а в течение сентября-октября удерживалась на уровне 3,9%. Общая численность безработных в России в октябре 2023 года составила 2,224,000 человек, что на 91,000 ниже показателя сентября 2023 года. Снижение уровня безработицы – прямое свидетельство экономического роста и нехватки рабочих. Без всякого сомнения, это положительный момент современной российской экономики. Так, чем больше людей занято в производстве, тем плодотворнее становится борьба рабочих за свои интересы, ведь капитал все менее может рассчитывать на резервную армию труда. Большое количество безработных позволяет капиталистам оказывать давление на рабочих. Но такое обстоятельство, как нехватка рабочих рук, несет в себе и отрицательный момент. К примеру, удлинение рабочего дня уже задействованных в производстве рабочих. Что мы и можем наблюдать сегодня. Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа. Максимума за 19 лет, сообщает РБК. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России увеличилась почти на процент, или 4 минуты по сравнению с предыдущим годом. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла почти на 17 часов, до 1770 часов. Показатели длительности рабочего времени, как за весь год, так и в расчете на один день, в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата с 2005 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году. Тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1760 часов. Увеличение продолжительности рабочего дня без увеличения заработной платы означает повышение эксплуатации, а это, без всякого сомнения, момент отрицательный. Товарищи рабочие, помните, вы не обязаны работать сверхурочно. Более того, сверхурочная работа должна быть оплачена в большем размере, нежели работа в пределах установленного времени. В случае, если работодатель заставляет вас работать сверхурочно, вы имеете полное право отказаться. В случае, если работодатель нарушает в отношении вас трудовое законодательство, вы можете обратиться за помощью в рабочую партию России. Новости читал Юдин Илья с коммунистическим приветом из города Остров.